Всё, что вы видите в видеоиграх, это ложь. Буквально. Думаете, что это вы в последний момент успели нажать на кнопку прыжка в Tomb Raider и не разбились? Нет, на самом деле вы не успели. Просто игра рассчитала расстояние до края и, скажем так, подтолкнула Лару до нужного места. А если вы всегда думали, что в сцене с поездом из Dead Space 2 вы действительно несётесь на огромной скорости, то простите. На самом деле поезд стоит на месте, это весь уровень несётся мимо поезда, создавая эффект движения. Всё это называется костыли разработчиков, которые позволяют достичь желаемого результата, не тратя слишком много ресурсов. И, как вы поняли, иногда эти костыли могут быть довольно забавными и порой даже гениальными. И именно о таких гениальных обманах разработчиков в видеоиграх мы сегодня и поговорим. Как обычно, всем приятнейшего аппетита и... начнём. Добро пожаловать в мир Rise of Kingdoms, игру, объединившую жанр исторической стратегии и геймплей с элементами стратегии в реальном времени. Создавайте команды любой сложности, хоть танковые сборки пехоты или быстрой сборки голгофы, и присоединяйтесь к битвам в режиме реального времени на огромной карте, населённой как игроками, так и неигровыми персонажами. В Rise of Kingdoms представлены целых 13 цивилизаций на выбор, от Египта и Рима до Китая и Японии, и каждая из них имеет свой уникальный архитектурный стиль, юнитов и специальные бонусы от повышенного количества добываемых ресурсов до скорости передвижения по полю боя. Кстати, это ещё и отчасти РПГ, ведь здесь есть целое древо навыков и талантов командиров, которых вы сможете прокачивать, отправляя их в битвы и побеждая варваров. А на помощь в битве можно призвать ещё и десятки исторических деятелей, которые станут вашими надёжными командирами, от Юлия Цезаря и Сунь Цзы до Жены Дарк и Кусуноке Масасиге. У игры более 100 миллионов скачиваний по всему миру, так что вы легко найдёте с кем сразиться или объединитесь с тысячами игроков на одном экране. С плавным игровым процессом и возможностью кроссплея вы сможете наслаждаться игрой на любом устройстве, включая и ПК, где с помощью системы РТС управление юнитами осуществляется ещё удобнее. Так что скачивайте игру прямо сейчас по ссылке в описании или QR-коду и начните свою историческую стратегическую битву в Rise of Kingdoms. А по промокоду PLAYROCK4PC вы получите специальный бонус на ПК. Как бы ни было странно, но большинство подобных костылей создаются из-за банального ограничения движка, на котором создаётся игра. А потому разработчикам приходится искать малозатратные решения проблем. Да ещё и так, чтобы и игрок ни о чём не догадался. И итоговый результат тоже выглядел отлично. Так когда вы играли в Ocarina of Time, то, скорее всего, даже и не задумывались о том, как именно в ней создано небо. Ведь даже тем, кто мало знаком с разработкой видеоигр, знакомо такое понятие, как Skybox. Огромный куб с текстурой, который и выполняет роль неба в видеоиграх. Буквально в каждой 3D-игре есть свой Skybox. Кроме Ocarina of Time. Ведь в ней, как такого неба, нет вообще. В те далёкие времена разработчики из Nintendo впервые знакомились с 3D-архитектурой Nintendo 64. Да и огромная текстура Skybox просто заняла бы слишком много объёма в памяти, что было непозволительной роскошью. Так что небо в Ocarina of Time — это небольшой парящик куб с натянутой на него текстурой, который расположен в поле зрения камеры и всегда движется за линком, создавая для игрока иллюзию того, что голубое небо с облаками окружает весь Хайрул, тогда как на деле вокруг карты одна сплошная чёрная пустота. Другой разработчик, только уже старенького военного шутера Operation Flashpoint, рассказал, что у его команды не получалось программировать взрывы от гранат и снарядов. Движок игры просто не мог создать взрыв на пустом месте из ниоткуда, но зато у них получилось привязать взрывы к различной технике, так что каждый раз, когда выкидали гранаты или сбрасывали снаряды с самолётов, вместе с ними к земле на огромной скорости летели невидимые танки, грузовики и прочая техника, которая в нужный момент взрывалась и создавала желанный разработчикам эффект. А вот разработчикам первой части Assassin's Creed пришлось выкручиваться из-за нехватки бюджета, о чём рассказал программист Чарльз Рэндалл из Ubisoft. Во время разработки первой игры у них не было лишних денег, чтобы сделать дополнительный скерет и мэши для Малека, ассасина, который по сюжету теряет левую руку по локоть. Что же придумали разработчики? Они просто взяли, уменьшили предплечье модели и вывернули её наизнанку внутрь тела. Так что если вы каким-то образом сможете засунуть камеру в его модель, то увидите, что рука-то у него на месте, просто она очень маленького размера. Но больше всего удивляет откровение Рэндалла о проектировании лошадей для всё той же первой части Assassin's Creed. Ведь, как оказалось, лошади — это на самом деле люди, скачущие на четвереньках. Всё дело в том, что движок Symmeter, на котором создавалась первая часть, позволял работать только с двуногими скелетами. Но добавить коняшек-то хочется, так что разработчикам пришлось взять скелет человека и растянуть его таким образом, чтобы он походил на скелет животного. И судя по тому, что мы увидели в игре, справились они со своей задачей отлично. Но это далеко не последний раз, когда разработчикам Assassin's Creed приходилось искать нестандартные решения проблем. В то время как Ubisoft Montreal трудились над созданием Assassin's Creed 3, другое подразделение Ubisoft Sofia, находившееся в Болгарии, корпело над спин-оффом тройки под названием Liberation, эксклюзивом для PlayStation Vita. Движки у обеих игр были одинаковые, так что большинство ассетов старшей версии плавно перетекало в младшую. Да чего уж там, разработчики даже не стеснялись в нагло копировать старые части серии, буквально кадр в кадр повторив катсцену надевания костюма из второй части Assassin's Creed. Но это не означало, что Liberation полностью подражала Assassin's Creed 3. Наоборот, она имела несколько интересных нововведений, которые обошли приключения Радонхагеду стороной. Например, главная героиня спин-оффа умела плавать под водой и перелетать через пропасти с помощью кнута Аки Индиана Джонс. А так как события игры происходят в Луизиане, то Авеллине позволили еще и плавать на каное по заливам и болотам. И вот как раз таки плавание на каное реализовано гениальнейшим способом. По плану Ubisoft обе части Assassin's Creed должны были выйти в один день. И разработчики Liberation, чтобы успеть к срокам, просто взяли асситы вырезанных из Assassin's Creed 3 аллигаторов, которые уже были готовы и могли передвигаться по поверхности воды, сделали саму модель аллигатора невидимой, а сверху нее поместили каное, в которой и будет сидеть ассасинша. Так что каждый раз, когда вы плаваете на каное в Liberation, на самом деле вы сидите на спине смертельно опасного невидимого аллигатора. Живите теперь с этим. Вообще, создание транспорта – это отдельный вид геморроя в разработке видеоигр. Знали бы вы, через что пришлось пройти разработчикам Days Gone, чтобы реализовать в игре механику управления байком, которая, кстати говоря, получилась шикарной. У него чувствуется подвеска, он по-разному ведет себя на разных поверхностях, а входить на нем в управляемые заносы – одно удовольствие. Правда вот байк этот на самом деле и не байк вовсе, а хитрый сделанный автомобиль. Дело в том, что движок, на котором работает Days Gone – это модифицированный Unreal Engine 4, который, вот сюрприз, умеет работать только с четырехколесной техникой. Ни о какой поддержке движком мотоциклов не шло даже и речи. Однако железный конь в игре все-таки присутствует. А все потому, что разработчики из Band Studios, вместо того, чтобы в прямом смысле изобретать велосипед, схитрили и просто перевернули два дополнительных колеса горизонтально, сделали их невидимыми и отключили для них физику с коализией, а на оставшиеся два колеса уже поместили модель мотоцикла. Однако чисто технически байк Дикона все еще остается четырехколесной машиной. На еще одно более абсурдное ограничение, только уже движка Frostbite напоролись разработчики Байвера при создании Dragon Age Inquisition. И да, это снова связано с лошадьми. В отличие от предыдущих частей Dragon Age в Inquisition представлены пускай весьма коридорные, но достаточно большие локации, куда прямо-таки напрашивалось добавление верховой езды. В то время эта механика набирала популярность в фэнтезийных ролевых играх, и разработчики посчитали, что если они не добавят в игру лошадей, то игроки будут жаловаться, что не могут ездить верхом. Логично. И по словам Джона Эпплера, бывшего дизайнера Байвер, поначалу все шло как по маслу. Разработчики создали модель. Без проблем привязали к ней скелеты анимации. Осталось только сделать ускорение для быстрой езды, да вот незадача. Прославленный Frostbite не мог достаточно быстро стримить уровни. А без ускорения лошадь становилась чуть ли не бесполезной, ведь ее скорость была буквально на пару процентов выше, чем скорость передвижения NPC. Но выкидывать проделанную работу в мусорку никто не хотел. Так что разработчики просто создали иллюзию ускорения. Добавили полоски в воздухе, размыли изображение по краям экрана и увеличили поле зрения для ощущения скорости. Так что если вам казалось, что во время ускорения лошадь не особо-то и быстрее скачет, то вам не казалось. Вы были на сто процентов правы. А теперь представьте лица тех бедных игроков, кто всю игру проскакал на этой бесполезной кляче. Однако больше всего в интернете нашумела история о поезде из DLC Broken Steel к третьей части Fallout. Ни у кого никогда не возникало вопросов, почему в Fallout 3 нет рабочего транспорта. Как-никак события игры происходят спустя 200 лет после ядерной войны, так что все автомобили, байки и прочая техника уже давно сгнила и покрылась вековым слоем ржавчины. Но каково было удивление, когда по сюжету дополнения Broken Steel игрокам нужно было починить один единственный сохранившийся в пустоше поезд и даже проехать на нем по президентской ветке метро. Сама сцена с поездкой по тоннелям длится всего лишь до 20 секунд. Но за эти секунды ты успевал испытать удивление и восторг, и в то же время разочарование. Ведь если разработчики смогли сделать рабочий поезд, то почему тогда нельзя было сделать и рабочие автомобили, это что так сложно? Но оказывается да, еще как сложно, ведь только спустя 6 лет после выхода дополнения игроки узнали, что этот поезд на самом деле и не поезд вовсе. Оказывается, движок GameBryo, на котором сделана третья часть Fallout, испытывал серьезные проблемы с реализацией движения. Но разработчикам кровь из носу, но нужно было сделать сцену с поездом, и они таки нашли оригинальный выход из ситуации. Когда герой садился в поезд, запускался специальный файл DLC, заменяющий руку персонажа на вагон, который появляется прямо у него на голове. После чего включался файл, фиксирующий камеру с видом из вагона, и воспроизводилась заранее записанная анимация движения по рельсам. Со стороны это выглядит примерно вот так. Так что никакого рабочего поезда Fallout 3 нет. Это всего лишь имитация поездки, но сделана настолько достоверно, что мы все с легкостью поверили в происходящее. И напоследок расскажу о том, как разработчики уже в Fallout New Vegas обошли другую проблему. Память на диске. Fallout New Vegas это достаточно реиграбельный проект, с множеством сюжетных веток и вариантами развития событий. И на каждое такое событие нужно сделать отдельный видеоролик с концовкой. Однако десятки заранее трендеренных видео занимали бы ну уж слишком много места на диске. Но разработчикам из Bethesda приходилось сталкиваться и не с такими проблемами. Так что решение вскоре было найдено, причем еще и какое. Если вы во время показа финальных слайдов с концовками ведете в консоли команды на снятие блокировки движения, то обнаружите, что все это время вы смотрели не видео, а стояли в пустой комнате и пялись на экран, куда поочередно проецировались изображения с вариантами концовок. А позади этого самого экрана стоит персонаж по имени Рон Рассказчик, который и озвучивает итоги проделанных вами действий на протяжении всей игры. И это не сообщество дало ему такое имя. Его и правда зовут Рон Рассказчик, в честь актера Рона Перлмана, чьим голосом он и зачитывает финальный текст. Правда вот возможность поговорить с ним не предусмотрена, но зато его можно вырубить, тем самым сломав концовку игры. Что ж, ребята, и сегодня на этом все. Если вы знаете подобные истории, то обязательно пишите они в комментариях, и может быть я сделаю для вас еще один ролик. Ну а пока, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. Ну а я же с вами не прощаюсь, так как скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok